Он становится помехой для многих, он становится обузой, тягостью родственникам, поскольку это действительно тяжело. И нужно много внимания уделять таким пациентам, обязательно для их реабилитации, для их питания, чтобы костная ткань могла восстановиться, чтобы человек не получил такие серьезные осложнения, как пневмония, потому как именно при длительном постельном режиме человек рискует серьезными осложнениями, нарушается микроциркуляция в легких. И, соответственно, при нарушенной микроциркуляции возникают застойные явления в легких и развивается у пожилых людей пневмония. Развивается пневмония, которая и приводит к дальнейшим неблагоприятным исходам. Вот такое серьезное заболевание, социально-экономически значимое, считает не только ученые нашей страны, но и ученые всего мира. Согласно токийскому манифесту, который принят в 2002 году, на фоне соматической патологии при старении организма развиваются метаболические нарушения костной ткани. Что скрывается вот в этой умной фразе? Соматическая патология, то есть патология внутренних органов. Недаром среди людей, особенно среди мужчин, которые злоупотребляют алкоголем, часто случаются переломы в результате остеопороза. И это население в развитых странах также страдает этим заболеванием. И проведены были исследования и в Российской Федерации. Выяснили, что среди нашего населения около 10 миллионов в России человек страдает остеопорозом. И поэтому, чем мы можем помочь? Чем может помочь компания Ксанга в профилактике и лечении этого серьезного состояния, остеопороза? Конечно, продукт компании Ксанга замечательен и помогает при самых разных заболеваниях. В том числе и при соматических заболеваниях, то есть при заболеваниях внутренних органов. Мы уже с вами говорили о многих состояниях, которые профилактируют сок Санга. Сейчас вы видите продукт на слайде, вернее, видите тот самый фрукт, из которого сделан сок Санга. Это мангостин. Мангостин произрастает в тропических странах, да, и поэтому получает максимальное количество солнца. Максимальное количество солнца. Значит, кроме того, что под солнцем растут у нас многие фрукты, да. Этот фрукт богат удивительными свойствами именно благодаря биохимическому составу. Состав ксантоны. Вот вы сейчас видите, что такое ксантоны, да. Это те самые хитонутриенты, то есть компоненты фруктов, которые позволяют сохранить здоровье наше. Состояние иммунной системы лучше, состояние кишечника. Вывести свободные радикалы, связать их, да, поддержать функцию суставов. Вот видите, поддерживают функцию суставов. То есть это прямое показание, да, употребление сок Санга, прямое показание для профилактики остеопороза, для профилактики переломов, для профилактики таких серьезных состояний, как осложнение переломов, если уже перелом случился у человека. Поэтому актуальна эта тема сегодня для многих, у кого есть родители старшей возрастной группы. Помогите им, пожалуйста. Дайте им самое лучшее своим родителям сегодня, да, чтобы потом не были в тягость вам ваши родители, чтобы вы радовались, и они вас радовали еще долгое время своим жизненным опытом, своей энергией, действительно, которая у них бывает очень много энергии. Состав сока вы сейчас видите на слайде, и он действительно, кроме мангостина, богат еще многими другими компонентами. Формула сока запатентована, и единственная компания в мире Ксанга имеет патент на изготовление сока из цельного плода мангостина. Потому как именно в коре околоплодника содержатся те самые ксантоны, самые ценные. Их насчитывается около 40, может быть, их еще и больше, намного больше. На сегодня японскими учеными обнаружено порядка 40 ксантонов в коре мангостина. Исследования научные проводятся в ведущих клиниках Америки, в ведущих клиниках и институтах научно-исследовательских японскими учеными. И вы можете сами удостовериться, побывав на сайте PubMed, прочитать замечательные результаты научных исследований, именно посвященных этому удивительному фрукту мангостину. Я, будучи детским доктором, познакомилась с этим фруктом больше года назад клиентам, которые помогли мне получить продукт, познакомиться с ним поближе. Проблема у врачей такая же, как у всех остальных людей. Врачи, к сожалению, тоже болеют. И я познакомилась с СОКО, потому как заболела гайморитом, мне нужна была энергия, чтобы справиться со своим заболеванием. Все официальные методы, которые предложила мне моя родная медицина, я использовала. Я пропила курс антибиотиков, я делала физиопроцедуру, но ничего не помогало. Две недели я была на больничном. И, начиная употреблять СОК-САНГО, я чувствую прилив сил и энергии. Действительно, СОК-САНГО выписал меня с больничного. Поэтому я человек дотошный, такой не очень доверчивый. Я стала много читать об этом продукте, смотреть результаты, встречаться с людьми. И увидела, что действительно он помог многим. И это научно обоснованная помощь. То есть продукт работает. Удивительные свойства СОКО помогают при самых разных заболеваниях. И это имеет научное обоснование. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на этот фрукт. Обратите внимание на продукцию компании СОК-САНГО. Это действительно то, что нужно многим из нас на сегодня, если вы хотите жить долго. Если вы хотите быть энергичными. Если вы хотите, чтобы ваши родители, ваши дети радовали вас. Вы сейчас видите на слайде как раз те состояния, при которых СОК может помочь. Есть такая наука натуропатия. Слышали, наверное, об этой науке. Это лечение именно продуктами питания. То есть с помощью природных средств можно избавиться действительно от многих состояний. Ведь мы приобретаем свои заболевания, в том числе и остеопороз. Это годами накопленное состояние. Мы не задумываемся в молодом возрасте, как мы питаемся. Потому что мы чувствуем энергию, у нас есть силы, потому как не исчерпаны резервные возможности организма. Но с годами, особенно начиная уже с 30 лет, молодые люди, многие жалуются на женщины особенно. Они тщательно следят за своим внешним видом. Они жалуются на ломкость ногтей, ломкость волос, на выпадение волос. А ведь это уже признаки нарушения минерального обмена. Это признаки нехватки витаминов группы В в организме. И употребляя сок санга, вы помогаете своему организму справиться с этими состояниями. Поэтому употребление сока должно быть регулярным, обязательным, если вы хотите именно добиться хороших результатов, если у вас есть желание изменить свою жизнь к лучшему. Для людей, которые уже принимают какие-то лекарственные средства, особенно гормоны, глюкокортикоиды, то есть гормоны, тиреоидные гормоны, противосудорожные препараты, эти люди находятся в группе риска по остеопорозу. И они это знают, особенно люди, которые длительно находятся на гормональной терапии. Они знакомы с этими состояниями, потому как чаще всего именно у этих людей возникают спонтанные переломы. Как я уже говорила, об остеопорозе нужно задумываться рано. В группу риска по остеопорозу попадают люди, те, кто курит. К сожалению, привычка эта пагубная распространена у молодых людей. Поэтому цифры, которые я вам называла по прогнозам ученых, что остеопороз будет расти и очень быстро расти, да, и встречаться даже у молодых людей, связаны именно с ростом, к сожалению, пагубных наших привычек, да, курения и алкоголя. Дефицит витамина D в организме также ведет к остеопорозу. Низкий индекс массы тела или низкая масса тела, к сожалению, это тоже группа риска по остеопорозу. То есть, как же помочь своему организму? Конечно, нужно правильно питаться. Говорить это легко, согласна с вами. Сказать рекомендацию дать, это проще всего доктору. Но дать именно легкий, очень простой способ оздоровить организм не всегда может каждый врач, да. И поэтому, люди, кто сегодня слышит меня, вы получаете уникальную возможность. Получить очень быстрый, легкий способ решить массу проблем одним решением, да. Одним употреблением сока к санго, одним из шагов к здоровью будет именно это решение ваше. Поэтому сейчас я готова ответить на ваши вопросы, чтобы еще раз показать на фоне, на примере ваших вопросов, на примере ответов на эти вопросы, действенное начало сока, да, и объяснить, почему он работает именно так. Объяснить его уникальные возможности. Первый вопрос у нас задает Наталья из Салды. Женщине 53 года, засорен слезный канал, если капать в глаза, то какова вероятность его пробитки или все-таки необходима операция? Второй вопрос. Послеродовый разрыв промежности, месяц тому назад прошли роды, как помочь молодой женщине быстро восстановиться? Спасибо, Наталья, за вопросы, действительно вопросы актуальные. Женщине 53 года, что же случилось с этим слезным каналом, да, чем он так засорен? Здесь, конечно, сок нужно прежде всего принимать внутрь. У нас основное действие сока, это антиоксидантное действие сока, да, это профилактика окислительного стресса, который присутствует в организме при самых разных заболеваниях. И у здорового человека этот окислительный процесс идет ежеминутно, но когда собственная антиоксидантная система организма работает как часы, то она справляется с любыми стрессами. Стрессов, конечно, много у нас на сегодня, и самый слабый орган дает сбой, да. Вот здесь у женщины с 53 года почему-то заслезился глаз, да. Здесь необходимо обратить не только на состояние глаза, поскольку слизистая носослезного канала, благодаря которому идет отток слезной жидкости в полость носа, да, и за счет этого промывается слезный канал. Ведь состояние этой слизистой – это отражение состояния слизистых во всем организме. Как у женщины дышит нос, да, не нарушено ли носовое дыхание, была ли травма носа, есть ли искривление носовой перегородки. Поэтому женщине, кроме окулиста, необходимо наблюдение обязательно у отоларингологов, то есть у специалистов, которые смотрят ухо, горло и нос, да, состояние носа. А состояние слизистой полости носа во многом зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. И сок, когда вы употребляете в ночь, он всасывается на 99%. Он полностью усваивается организмом. Он быстро начинает работу и наводит порядок в каждой клеточке вашего организма. Прежде всего, на уровне слизистых оболочек. Соответственно, витаминный состав сока, витамины группы В, которые необходимы желудочно-кишечному тракту, которые необходимы нашей нервной системе для функционирования адекватного, они все присутствуют в соке. И ксантоны, которые также налаживают работу желудочно-кишечного тракта, они позволяют восстановить слизистую кишечника, слизистую на протяжении всего желудочно-кишечного тракта. Соответственно, восстанавливается всасывание других питательных веществ, да. Даже если человек уже принимает какие-то лекарственные препараты, он вынужден это делать в связи с хроническим заболеванием. Прием сока не помешает, а наоборот улучшит работу организма, да. На фоне приема лекарственных препаратов есть всегда риск развития побочных эффектов. И чтобы нивелировать, чтобы минимизировать эти побочные эффекты, обязательно необходим прием сока, да. Тем самым вы снизите риск развития побочных эффектов от лекарственных препаратов, вы восстановите клетки вашего организма, вы поможете организму. Поэтому женщине это я советую, если у нее нет других заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, можно начинать прием сока по 30 мл в 3 раза в день. Если же вот высшие перечисленные заболевания были в анамнезе, то есть ранее женщина болела этими состояниями или болеет сейчас, то дозировка начальная должна быть небольшая. 5 мл на стакан воды начальная дозировка 3 раза во время приема пищи. Пожалуйста, закапывать в глаза тоже можно, но это уже вторичное, да. Лучше разбавлять сок для закапывания в глаза дистиллированной водой в соотношении 1 к 5, чтобы менее выраженный был, так скажем, болевой эффект. Раздражающее действие сока, конечно, выраженное. И лучше разбавить сок, если вы решите закапывать его в глаза. Но основное действие сока это изнутри. Основное применение внутрь. Для женщины с разрывами промежности после родов, для тех женщин, которые беременны, для всех молодых мам сок нужен, чтобы восстановиться после родов, чтобы быть сильными, энергичными, да, потому как нагрузка на организм во время беременности возрастает вдвое. На такие органы, как почки, на такие органы, как печень. Основные органы, которые выводят токсины из организма. Поэтому, конечно, сок беременной женщине и кормящей маме, и молодой маме необходим. Не меньше, чем 90 мл в день. То есть по 30 мл в 3 раза в день. Пожалуйста, смело давайте. Это будет и хорошо отражаться на лактации у мамы. На настроении, потому как часто у беременных, вернее, у женщин, только что родивших малышей, развивается послеродовая депрессия. Состояние довольно опасное. Если его вовремя не отследить, не поставить в своевременный диагноз, женщину можно просто потерять, да. Поэтому, конечно, поддержка очень нужна. И это замечательная возможность. Сок санга дает эту возможность. Пожалуйста, используйте ее. Следующий вопрос задает нам Светлана из Невьянска. Здравствуйте, Светлана. Женщине 73 года. Опущение матки. Ей в операции отказан. У нее инфаркт с сердцем. Поможет ли сок? Как принимать? Светлана, сок санга очень замечательно работает. Очень хорошо помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях. Почему? Потому как именно на уровне эндотелия сосудов, то есть внутренней выстилки сосудов идет восстановление клеточки, да. За счет этого сосуды становятся эластичными, сосуды восстанавливают свою гибкость. Соответственно, они не будут такими хрупкими и ломкими, в результате чего и происходят инсульты и инфаркты. То есть процесс атеросклероза, поражение сосудов, конечно, прогрессирует. Причем он прогрессирует с годами выраженно, да. Сейчас уже в молодом возрасте, в 30-36 лет люди страдают этими заболеваниями, такие как инсульты и инфаркт. И здесь может быть несколько причин. Одно из причин – это нарушение обмена липидного, именно обмена веществ. Научные исследования подтвердили, что ксантоны, именно ксантоны, которые содержатся в мангостине, они позволяют нормализовать липидный обмен, снизить уровень холестерина, соответственно, уменьшить риск развития таких серьезных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркты и инсульты. Поэтому женщине рекомендуйте сок обязательно. Если у женщины в этом возрасте есть гипертоническая болезнь, то рекомендуемая доза, начальная доза, с которой нужно начать принимать сок, это 5 мл на стакан во время приема пищи. В течение недели увеличивайте дозировку до столовой ложечки 3 раза в день и к концу месяца до 30 мл 3 раза в день. То есть постепенно, почему я рекомендую постепенно наращивать дозировку, поскольку в возрасте люди уже накопили массу заболеваний, да, если человек старшего возраста 73 года, это обычно 2-3 заболевания в букете. Поэтому, когда начинают сок принимать в больших дозировках, часто у пожилых людей возникает обострение, и у молодых оно возникает, но у пожилых возникает быстрее, да, обострение, человек пугается этого обострения и останавливается, перестает принимать сок. Чтобы этого обострения избежать, чтобы организм приспособился к новому продукту, лучше пожилому человеку дать в маленькой дозе и в разведении сок. Вот, поэтому обязательно женщине рекомендуйте сок и масло перикарпия. У нас уникальный продукт масло перикарпия, который в одной капле содержит дневную дозу антиоксидантов. Замечательные результаты у нас, очень много этих результатов, когда люди избежали сердечно-сосудистых операций, операции именно на сосудах, да, употребляя регулярный сок и масло перикарпия. То есть это очень хороший результат с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Людмила с Краснокаменска. Здравствуйте, Людмила. Спрашивает женщине 58 лет. В 2009 году удален желчный пузырь, после чего начались проблемы с ЖКТ, заброс желудочно-желудок, поражение слизистой кишечника, образовалась грыжа пищевода, пищеводного отверстия диафрагмы, панкреатит, калит, сахарный диабет второго типа, диарея, пьет сок в неделю, диарея прекратилась. Замечательно. Ваши рекомендации. Спасибо. Спасибо, Людмила, за подробное описание состояния пациентки. Действительно, вот как важно не потерять, как важно сохранить каждый орган вашего организма. Ведь Всевышним так устроено, что каждый орган зачем-то дан, да. И когда мы теряем один из органов, вот потерян желчный пузырь удален, видимо, потому, как были камни в желчном пузыре, это довольно распространено сейчас. Даже у людей молодого возраста удаляют желчный пузырь, у детей есть камни в желчном пузыре, что меня как федиатра очень, конечно, расстраивает, когда детям приходится решать вопрос по удалению желчного пузыря. Вот видите, к чему ведет удаление до одного из органов желудочно-кишечного тракта. Кажется, что с этим можно жить. Конечно, можно жить, но качество жизни меняется, потому что энергия, которая движется в организме, она уже движется иначе, если отсутствует какой-либо орган. Происходят изменения, конечно, в желудочно-кишечном тракте. Поэтому сок принимайте в разведение обязательно. То есть разводить нужно на пол-литра воды 30 мл сока на пол-литра, и в течение трех часов по маленьким глоточкам выпивать между приемами пищи, хотя бы два раза в день это проделывать. То есть дневную дозу сока 60 мл на литр воды выпивать нужно в течение дня между приемами пищи. Замечательные результаты действительно по заболеваниям кишечника, желудочно-кишечного тракта. Почему сок работает именно при этих заболеваниях? Да потому что восстанавливается слизистая, как я и говорила. Сок способен к сантону, который содержится в соке мангостина, позволяет восстановить именно слизистую, прежде всего, желудочно-кишечного тракта. А слизистая желудочно-кишечного тракта ответственна за всасывание многих веществ в кишечнике, ведь иногда человек, питаясь даже правильно, сбалансированно, не усваивает все, что поступает в организм, потому как наше питание, к сожалению, не всегда содержит те витамины необходимые, те микроэлементы необходимые. Довольно сложно, особенно весной, сейчас весенний период, наши фрукты и овощи в результате длительного хранения теряют большую часть своих полезных свойств. Поэтому, конечно, необходима весной дотация извне чего-то более сильного. Этот сок санга позволяет профилактировать гиповитаминозы, а-витаминозы, замечательно для детей, для взрослых, очень приятное лекарство, я называю его лекарство условно, конечно, это еда, это радостный напиток, это действительно подарок солнца, это действительно король фруктов, королева фруктов, поэтому продукт должен быть в каждом доме. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Светлана из Невьянска, мальчик 4 года, близорукость, минус 13 единиц. Как принимать сок? Да, очень жаль, что маленький ребенок и такие проблемы со зрением. Возможно, что наследственный фактор, да, он присутствует, либо это тяжелая травма в родах, раз у ребенка такая близорукость. Сок обязательно нужен ребенку, начинайте с чайной ложечки, дошкольникам я рекомендую 5 нелитров 3 раза в день. Дети очень любят сок, и они готовы пить его намного больше, потому как вкусовые качества его действительно удивительные, не похожи ни на какие другие соки. И дети интуитивно чувствуют, что это необходимо их организму, так же, как и животные, их не обманешь, они тоже любят наш сок санга. Поэтому замечательно ребенку будет поддержка для всех органов. Ведь, вы знаете, близорукость это тоже состояние, которое развивается в результате, во-первых, мышечной недостаточности, то есть слабая мышца, да, которая работает со зрачком. Поэтому врачи-окулисты ведь часто назначают детям и взрослым витамины, назначают препараты с черникой, да. В нашем соке также содержится черника, но в нашем соке гораздо больше компонентов, фитонутриентов, чем просто в чернике, да. Поэтому сок замечательно помогает при самых разных состояниях, в том числе и профилактировать миопию, профилактировать тяжелые осложнения миопии, потому как миопия опасна чем? Она опасна своим осложнением от слойкой сетчатки. От слойкой сетчатки – это уже потеря зрения полностью глазом, да, слепота, то есть это страшно. Поэтому врачи сейчас много времени уделяют таким детям. У нас микрохирургия глаза замечательно работает. Ребенок должен обязательно под наблюдением два раза в год, это минимум, быть у окулистов, чтобы отследить состояние зрительного нерва и обязательно обогатить рацион питания ребенка свежими овощами и фруктами не меньше, чем 100-200 грамм в день ребенок должен за школьник съедать сырых овощей и фруктов, да, и сок санга, 30 мл сока, вы знаете, что это заменяет по своей активности, 16 килограмм фруктов, да, сколько мы съедаем фруктов в течение дня, к сожалению, немного, да, особенно те люди, кто живет далеко от, скажем, на Урале у нас действительно есть дефицит в этих свежих именно фруктах. То, что сейчас лежит на прилавках и доставлено нам сюда из-за границы, уже теряет свои ценные свойства. Идеальный вариант – это, конечно, фрукты и овощи, полученные прямо с грядки, но таких еще долго ждать, да. Весна наступила, до свежего урожая нам еще долго. Так, гость спрашивает нас, так, да, вот вижу, Гузель спрашивает из Новозареченска, у меня мама после инсульта не двигается, правая рука и нога уже 11 лет, может ли сок ей помочь? Гузель, спасибо за вопрос, замечательно, что Вы с нами сегодня. Сок замечательный, замечательно, мое любимое слово. Сок помогает при инсультах, вот я одно могу сказать. Для быстрого восстановления, конечно, чудо, чтобы совершилось это чудо, необходимо время, чтобы восстановилась после 11 лет функция органа, да, я этого обещать Вам не могу, но я могу Вам обещать, что Ваша мама будет себя чувствовать иначе, у нее появятся силы, у нее появятся силы именно двигаться, ведь движение – это жизнь. У человека появляется настроение, улучшается качество сна, поэтому сок обязательно дайте Вашей маме. Начните буквально там с детской дозировки, чайную ложку на стакан 3 раза в день, а в дальнейшем увеличивайте к месяцу до 30 мл 3 раза в день. И масло перикарпи, одну капельку под язык маме дайте. Если у мамы есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, есть склонность к запорам, то сок решает и эту проблему, ведь часто у людей, которые не двигаются, нарушены функции желудочно-кишечного тракта, присутствуют запоры, да, поэтому профилактика запоров – это также замечательно, замечательно, сегодня у меня прямо с языка не сходит это слово, это продукт компании «Ксанго», это сок «Ксанго». «Ксанго», уникальная возможность помочь многим людям на планете Земля. Так, Краснокаменск, Евдокия спрашивает, мужчине 60 лет, гайморит, пролечился в стационаре, курс антибиотиками, как восстановиться после антибиотиков и что делать, чтобы долечить гайморит на все 100%? Спасибо. Вот видите, Евдокия, я уже говорила, да, возможно, вы слышали, я тоже пришла в компанию из-за того, что заболела гайморитом. Обязательно расскажите ему, этому мужчине, что и врачи, к сожалению, болеют, и доктор вылечил себя именно соком «Ксанго». Употребление сока «Ксанго» при гайморите не меньше, чем 30 мл 3 раза в день при остром состоянии лучше сок разбавлять в теплой воде и пить 3 раза в день обязательно, 3 раза в день, 30-50 мл при хорошей переносимости. Застанавливается и функция кишечника прежде всего, а наш кишечник – это орган, в котором созревают иммунные клетки. Соответственно, иммунитет повышается у человека на фоне употребления сока, и человек восстанавливается, его собственная саморегуляция восстанавливается, человек выздоравливает. Поэтому сок пропейте вот с такой хорошей дозировки не меньше, чем месяц, а в дальнейшем поддерживающую дозировку по 30 мл раз в день должен выпивать каждый человек, как профилактика многих заболеваний. Следующий вопрос у нас задает. Результаты по сахарному диабету, в том числе сахарному диабету, инсулин-зависимому у нас очень много. Когда у людей на фоне приема сока, в частности, есть результат в Литве, так, извиняюсь, в Сталине, результат, да, когда человек, принимая сок, за 2 недели снизил уровень сахара с 20 единиц до 4,5 единиц, и врач-эндокринолог отменил человеку даже инсулин в инъекциях, да, поэтому результатов много. Начинать надо при сахарном диабете осторожно сок принимать с маленькой дозировки с 5 мл 3 раза в день. Вот такая маленькая дозировка во время приема пищи. В дальнейшем дозировку можно будет увеличить, обязательно под контролем уровня сахара. Не бойтесь, что это сок, потому что я знаю, врачи не рекомендуют при сахарном диабете сок. Наш сок можно и нужно для пациентов с сахарным диабетом, да, поскольку это натуральный продукт, это продукт, мощная поддержка в поджелудочной железе, поскольку сахарный диабет часто развивается на фоне хронического воспалительного процесса в поджелудочной железе. Сок, это подтвердили исследования ученых, обладает хорошим противовоспалительным действием. Соответственно, восстанавливается функция, уменьшается отек поджелудочной железы. При хронических панкреатитах сок работает, сок работает при сахарном диабете. Поэтому обязательно вам сок нужен. Это профилактика и серьезных осложнений, потому как сахарный диабет опасен именно сосудистыми осложнениями, поэтому кроме сока к санго я рекомендую людям с сахарным диабетом провести курс детоксикации, обязательно пропить детокс не меньше чем 2 курса по 14 дней с перерывом 2 недели между курсами, да, провести этот курс и в дальнейшем, когда вы наведете порядок в организме, после курса детокса присоединить к соку еще маслом перикарпия по капельке 1 раз под язык, поскольку именно при сахарном диабете серьезно страдают сосуды как почек, так и головного мозга, да, поэтому людей с сахарным диабетом гораздо больше таких осложнений, как инсульты, инфаркты, и сок обязательно необходим этим людям, просто необходим. Так, следующий вопрос. Людмила, опущен вопрос Краснокаменска, пожалуйста, ответьте. Так, какой вопрос по Краснокаменску? Прогайморит ответила по Краснокаменску, еще какой вопрос? Жилочный пузырь ответила. Какой вопрос пропустила, да, Краснокаменск? Повторите вопрос, потому что, вот я, по-моему, все вопросы по Краснокаменску ответила. Возможно, что-то не услышали? Какой вопрос пропущен? Так, спрашивают нас, перь, при грыжах межпозвоночных, да? При грыжах межпозвоночных, да, увидела Краснокаменска, что вопрос отвечу. Значит, при грыжах межпозвоночных сок обязательно нужен, поскольку, что такое межпозвоночные грыжи? Это уже старение, настолько выраженное в организме, да, старение, что страдают хрящевые волокна даже, да, наших дисков, да. Происходит старение костной ткани, хрящевых волокон, потому что, что такое диск межпозвоночный? Это ведь тоже сустав. И тема нашей конференции сегодня – остеопороз и заболевания костной суставной системы. Как больно это все, да, межпозвоночные, грыжи межпозвоночных дисков выраженный болевой синдром дают. Людям приходится не раз обращаться за помощью к нейрохирургам, чтобы консервативно или оперировать даже приходится эти состояния, чтобы человек не стал инвалидом, чтобы он сохранил функции своих конечностей, чтобы он мог двигаться. Поэтому профилактировать, конечно, проще, но когда это заболевание уже есть у человека, нужны мегадействия, нужны быстрые действия, да. Поэтому движение, конечно, необходимо лечебная гимнастика. Движение – это жизнь. Необходимо обогатить свой рацион ксантонами. И самый замечательный, богатый ксантонами продукт – это мангостин. И сок позволяет восполнить в организме дефицит таких микроэлементов, как именно необходимых для нервных систем – это витамины группы В. Ведь часто именно пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата назначают витамины группы В. Они необходимы действительно этим людям. Назначают порой их в инъекционной форме, да, то есть делают внутримышечные, внутривенные инъекции. Поэтому приятнее намного, да, получать витамины все-таки внутрь. Они усваиваются, во-первых, лучше. Это естественный путь поступления витаминов. Поэтому, конечно, при межпозвоночных грыжах необходим сок не меньше, чем 50 мл в 3 раза в день. То есть иногда и больше, да. Если выраженный болевой синдром, можно применить больше, до 180 мл в день сока. Одно из обязательных условий приема сока – это достаточное количество жидкости, выпиваемой в течение дня. Это не меньше, чем 30 мл на килограмм веса. Почему так важно? Даже если вы не принимаете сок санга, вода должна быть в организме каждый день. Почему именно 30 мл на килограмм веса? Представляете, сколько процессов биохимических протекает в организме, и все они протекают именно в воде. Это самое необходимое, одно из самых необходимых. Даже можно, вы знаете эти схемы голодания, когда человек голодает, но он обязательно должен пить воду. Поэтому организму вода нужна и необходимо на фоне приема сока, еще раз повторюсь, пить не меньше, чем 30 мл 3 раза в день. Можно на место проекции, где у вас грыжа межпозвоночная, накладывать компресс. Компресс можно, чтобы тоже усилить действие сока, снаружи, так скажем, воздействие. Следующий вопрос у нас задает дополнение к вопросу о слезном канале. Да, происходит изменение тонуса сосудов, я поняла, да, кровеносных результатов нарушения нервной регуляции. Происходит нарушение сосудов глазного дна, что влечет нарушение функций глаза, сбой в его питании. Вот, спасибо большое за дополнение. Спасибо. Результаты по соку ксанга нам подсказывает Донецк. Спасибо вам большое, Игорь, спасибо за информацию, она действительно нужна результатами. Пожалуйста, делитесь. Не жадничайте на результаты. Значит, Светлана из Невьянска. Опущение матки, спрашивают. Женщине операции отказано. Так, это я отвечала, извините, да, это говорили. Так, следующий вопрос, у нас остается 10 минут. Успеваем. Так, ребенку 10 лет, диагноз астигматизм. Эффективен ли сок, как принимать? Астигматизм, вы знаете, что это состояние врожденное, да, это неприобретенное, к сожалению, состояние врожденное. Часто у детей астигматизм, это именно, когда у родителей такая же проблема у кого-то из родителей есть, да, со астигматизмом. Чтобы профилактировать ухудшение, так скажем, зрения при астигматизме, коррекции, это заболевание подается с большим трудом астигматизм, да. Поэтому, чтобы профилактировать именно дальнейшее ухудшение зрения, конечно, каждому органу нашему нужна поддержка. И что такое глаз? Это же прежде всего нерв, да, это орган, который расположен рядом с головным мозгом, да, и он также нуждается, как и головной наш мозг, в энергии, да. И получая соком санга, природную энергию, вы восполняете то, что необходимо организму. Вы дарите каждому органу, прежде всего центральной нервной системе, энергию для действия. А именно функции центральной нервной системы, от ее функции, от ее состояния, зависит деятельность тех остальных органов. Так, следующий вопрос у нас Людмила спрашивает из Волжского. Женщине 54 года, герпес поясничный, как пить сок? То есть герпес опоясывающий, я поняла, да, Людмила? Опоясывающий герпес женщине 54 года, это признак ослабленного иммунитета. Поэтому сок, конечно, нужен не меньше, чем 30 мл 3 раза в день. Можно разводить, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, обязательно пропить длительно, не меньше, чем 3 месяца. Поскольку, что такое герпес-инфекция? Это инфекция внутриклеточная, дремлющая инфекция. Она поражает именно ганглии, нервные ганглии, расположенные вдоль нашего позвоночника. И рано радуются иногда люди, добившись результата, да, о, выздоровели, пролечились, выздоровели. Необходимо обязательно продолжать прием сока, поскольку это профилактика обострений, это действительно мощная поддержка вашим органам, да. Герпес-неприятное заболевание, это выраженный болевой синдром, поэтому здесь, конечно, сок давайте. Сок и масло перикарпия обязательно необходимы. Так, Светлана, поможет ли сок при опущении матки женщинам или делать операцию обязательно? Светлана, здесь зависит от многих факторов. Необходима операция женщинам при опущении матки, при выраженном опущении матки предлагают операцию, да. И, конечно, необходимо, кроме сока, лечебная физкультура обязательно, режим дня и отдыха этой женщины, состояние соединительной ткани, которая поддерживает матку в должном месте, так скажем. Это ведь состояние всего организма, прежде всего, поэтому сок обязательно нужен, но здесь врач-гинеколог определяет, необходима операция или нет. Кроме того, это подготовка к операции, если даже будет операция, да, будет послеоперационный период. Сок обязательно нужен этим женщинам с опущением матки. В присутствии, вот еще опущение матки влияет на что? Влияет на функцию мочевого пузыря, поскольку опущенная матка оказывает давление. Часто у этих женщин, кроме опущения, идет еще и недержание мочи, самое неприятное для женщин. Поэтому вот по недержанию мочи очень хорошие результаты на фоне приема сока, нормализуется это состояние, то есть улучшается качество жизни у этих людей, у этих женщин, поэтому сок рекомендуйте однозначно. Так, Донецк. Дополнение к вопросу о слезном канале. Так, это я уже прочитала, да. Спасибо за дополнение, Донецк. Так, спасибо. Так, теперь он нам говорит спасибо, спасибо. Так, женщине 58 лет, на легком увеличены лимфоузлы. Ваши рекомендации? Рекомендации сок, санга. Обязательно детокс этой женщине или мужчине, кто сейчас, женщина, да, лечится с увеличенными лимфоузлами. Здесь необходимо не пропустить серьезные заболевания, исключены ли туберкулез, исключены ли онкологические состояния. То есть здесь будьте внимательными, есть ли заболевания крови у этой женщины. То есть здесь необходима, конечно, точная диагностика. Но при любом диагнозе сок необходим. Единственное, что рекомендации при онкологии, это, конечно, самая большая доза сока. Это до одной бутылки, то есть 750 мл в день, если это онкология. Поэтому здесь нужно знать диагноз, чтобы рекомендовать. Однозначно необходимо провести курс детоксикации, это детокс пропить. Почему важно почистить кишечник, да, при любых разрастаниях, лимфоидной ткани, при лимфоаденитах. Начинайте работу с кишечника, поскольку именно там созревает большая часть клеток иммунной системы, лимфоцитов, да. Поскольку именно кишечник часто служит источником токсинов, попадающих как изнутри, так и образующихся внутри в результате процессов биохимических, да, гниения собственных, так скажем, разложения собственных клеток. Ведь все это отражается на состоянии внутренних органов. Наш желудочно-кишечный тракт на 80% является источником заболеваний других органов. Поэтому следите, пожалуйста, за своим питанием. Если вы где-то уже, так скажем, нарушили питание свое, не откладывайте очистку в дальний ящик. Примите детокс на ночь сразу после обильного ужина, да, или обеда в гостях. Не ждите реакции своих органов, да, профилактируйте это состояние. Ведь еще в древней Греции были известны традиции, когда после обильных застольей люди чистили свой желудочно-кишечный тракт гастрономическим способом. Два литра воды и палец на корень языка, да. То есть таким образом чистили, не очень приятным образом, чистили желудочно-кишечный тракт. Но люди из древности знают, что состояние желудочно-кишечного тракта – это здоровье всего организма. Женщине 56 лет, хронический синусит, капала нафтезин с 30 лет. После перенесенного гайморита пьет сок 3 дня, по 30 мл 2 раза в день в разведении с водой, 1 к 5. Результат на третий день – дыхание свободное, обходится без нафтезина, сон стал глубже и ушла дневная сонливость. Спасибо вам, замечательный результат. Вот видите, как важно человеку дать вовремя, да, продукт. Ведь сколько лет человек мучился, нафтезин вообще формирует атрофические риниты, когда трудно восстановить слизистую, а здесь за 3 дня результат. Просто чудо. Не перестаю удивляться результатом. Спасибо вам. Светлана Невьянск. При длительном приеме сока надо ли дополнительно принимать витамины и кальций? Благодарим за ответы. Спасибо вам, Светлана, за активное участие в нашей конференции. Конференция наша подходит к завершению. На фоне приема сока необходимость принимать витамины и кальций определяет врач, ваш лечащий доктор. Профилактический прием кальция и витаминов, в общем-то, отпадает сам собой, потому как в соке содержатся и витамины, и в природной кальции. Поэтому здесь у каждого своя потребность в витаминах и в микроэлементах. Здесь ваш доктор должен определить, ваш лечащий врач сказать, необходимо ли вам дополнительно принимать кальций и витамины. Конечно, для людей в возрасте здесь много вопросов, да, может быть. Поэтому я рекомендации могу дать, только зная исходное состояние человека. По интернету никого не лечим, да, мы можем только рекомендовать. Спасибо. Надеюсь на взаимопонимание. Так, Людмила уточняет. По легкому нет онкологии, нет заболеваний крови. Спасибо. Замечательно. Хорошо, что нет онкологии, значит, сок принимайте по 30 мл 3 раза в день, да, обязательно в воду. И контролировать состояние необходимо, потому как изменения будут происходить в организме, да, обязательно наблюдение у лечащего врача. Восстанавливается формула крови у людей, восстанавливается состояние иммунитета. Поэтому изменится, конечно, и состояние лимфатических узлов, поскольку это именно уже следствие увеличенной лимфоузлы, это уже результат. Поэтому начинайте с первого источника, откуда у этого заболевания ноги. Ищите причину. Спасибо всем за активное участие сегодня в конференции. Я надеюсь, что тема, которую я сегодня осветила, была интересна вам. Я жду ваших пожеланий, какие темы вам еще интересны, что нужно осветить более подробно. Жду ваши пожелания на свою электронную почту или на скайп, пожалуйста. Я всегда рада общению, я всегда готова к общению. Вам всего доброго, крепкого здоровья вам, вашим детям, вашим близким, друзьям, коллегам. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok